Добрый день! Актуальный вопрос. Как не спиться в карантине? Точнее сказать, как не спиться в самоизоляции? Ну, собственно, главный психиатр-нарколог Минздрава уже предложил ограничить продажу алкоголя на время самоизоляции. Но, боюсь, что это совсем уже не будет способствовать самоизоляции. Народ может ревнуться искать горячительное, невзирая ни на какие карантинные штрафы. Ну, шутки шутками, хотя действительно реально вот по опыту предыдущего, предыдущих лет, даже десятилетий и столетий, ограничение продажи спиртного или полный запрет на продажу спиртного при карантинных мероприятиях, как правило, проводится. Но, что делать в реальности? Что делать людям? Потому что реально задают вопросы, что вот, как правило, задают супруге вопрос, что вот муж на работу не ходит, сидит дома, ему скучно, ему надоело, там что-то поделало, а теперь он с утрца уже закинулся и будь здоров, с утра выпил, день свободен. Что делать? Каким образом остановить? Причем иногда даже супруги сами говорят, что да, мы бы и хотели остановиться, но вот как-то вот оно само собой получается так, хоп, иначе и пошел и поехал, остановиться не могу. Надо сказать, что специфических препаратов для лечения алкогольной зависимости, которые позволили бы притормозить, остановиться, их достаточно мало. Собственно говоря, мы можем говорить только о двух препаратах фактически, которые есть на отечественном рынке, де-факто, да, это десульферам и это мидзо. Других вариантов как таковых особо нет. Тот и другой препарат вызывает непереносимость алкоголя, при совместном приеме препарата принимается и то, и другое именно с утра, пока еще человек не успел истомиться скукой и нудностью пребывания в самоизоляции, прямо с утра принял либо там таблетку десульфрама, либо мидзо, там от 15 до 25 капель в среднем получается. И, соответственно, если на этом фоне человек выпивает, то уж как минимум много выпить он точно не может. То есть при употреблении алкоголя развивается достаточно выраженная интоксикация. Правда, здесь есть, конечно, разница. То есть при десульфераме это очень, ну не очень, но весьма-весьма рискованная ситуация. То есть там имеет место и достаточно серьезное осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. И, в принципе, отравление может закончиться летальным исходом. При употреблении мидзо и алкоголя, вот эта вот реакция алкоголя и мидзо, она, конечно, гораздо менее опасная. То есть здесь получить летальный исход практически нереально вообще. Человек, да, прилив крови к голове, багровость такие, багровость синюшные, просто кожные покровы, тошнота, головная боль, рвота. Но, в принципе, для жизни угрозы нет. Почему делаю на это акцент? Потому что в условиях самоизоляции, в условиях, когда все это, если будет проводиться, будет проводиться дома. А медицинские работники, в общем-то, сейчас достаточно сильно загружены вот этой всей работой. Ну, не всегда хорошо организованы, но тем не менее все равно работой по коронавирусу. Но понятно, что заниматься спасением человека, которого возникла дисфлюферамоалкогольная реакция, ну, вряд ли кто-то прям вот будет бежать сломя ноги. И вполне реально можно остаться вообще без помощи. Поэтому, конечно, если и позволяют возможности, конечно, в плане препарата, который предотвращает хроническую вот эту регулярную алкогольную интоксикацию или алкогольное опьянение на дому во время самоизоляции, конечно, я бы рекомендовал Минза. По крайней мере, здесь, даже если произойдет употребление алкоголя, ну, риск для жизни и здоровья, в общем-то, существенно-существенно меньше, чем при комбинации алкоголь-дисфлюферам. Но, естественно, это не означает, что выпив Минзу, можно смело идти в магазин, покупать бутылку водки и ее пить. Понятно, что как для любого препарата, который, собственно, хоть отпускается без рецепта в подавляющем большинстве случаев, но все-таки является рецепторным. Понятно, что могут быть и исключения из вот этой закономерности, что проблем глобальных таких катастрофических, необратимых с физическим, психическим здоровьем не возникает. Но все-таки, естественно, опыты ставить на себе не рекомендуется. По поводу того, делать ли это с согласия пациента или нет. Ну, естественно, прием любого медикаментозного средства возможен только с согласия пациентов. Это позиция официальной медицины и, конечно, никакие другие варианты, в общем-то, официально рассматриваться не могут. Как показывает практика, многие супруги, особенно, своим благоверным подливают этот Минзу в еду, в питье. Поскольку вкуса, цвета, запаха у него нет, то, в общем-то, с утра в чашку чая или еще куда-то накапали и, соответственно, уже напиться как следует супруг не может. Конечно, это незаконно, конечно, это неправильно, конечно, это не соответствует никаким рекомендациям и стандартам лечения, но так делают. Осуждать, винить, ну, как я сказал, это неправильно, незаконно и не соответствует стандартам лечения, но, честно говоря, с учетом того, что мы уже видим статистику по учащению алкогольных психозов, даже вот за этот относительно небольшой промежуток самоизоляции, мы видим статистику по увеличению количества домашнего насилия, причем существенно, это, конечно, перекликается с тюремным психозом, о котором я говорил в прошлый раз, но, тем не менее, зачастую и, в общем-то, в большинстве случаев это именно насилие в пьяном виде. Мы видим, что ситуация в некоторых случаях выходит из-под контроля и здесь уже большой вопрос, что все-таки лучше, чтобы человек, злоупотребляющий алкоголем, получив этот мидзо, без своего согласия проблевался там, помаялся с головой и все-таки не напился до того состояния, когда он начнет чертей ловить и с топором за близкими гоняться. Либо пусть по закону, по всем правилам, ну, тогда, соответственно, наркодиспансеры в большинстве закрыты, соответственно, специалисты вызвать тоже не всегда получается, не всегда возможно, он, соответственно, да проживет, он месяц без психоза не проживет, в общем-то, никто не знает. Поэтому я ни в коей мере не могу призывать к такому формату использования этого препарата, да еще раз, в третий раз подчеркну, это незаконно, неправильно, не разрешается, не соответствует рекомендациям. Препарат может приниматься только с согласия пациента, но, как показывает практика, к сожалению, в России у нас, как всегда, обязательность и строгость, точнее, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому, если говорить о медикаментах, в плане такого стоп-крана, в плане употребления алкоголя, с утра, мидзо, выпить будет невозможно, по крайней мере, много выпить точно будет невозможно. Конечно, это не решение проблемы, но это хоть какой-то, вот такой, вот, как я сказал, стоп-кран на период самоизоляции. Конечно, это требует все равно дальнейшего нормального полноценного лечения, решения вопроса с алкогольной зависимостью, ну, хотя бы так, потому что сейчас, в общем-то, возможности по терапии очень сильно ограничены. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.